Он шагает по району, от двора и до двора, и опять нанял погоны с пистолетом к опора. Персонаж дяди Стёпы из одноимённого мультфильма стал примером и героем для Артура Рокча в выборе профессии. Инспектор работает дольше всех в мобильном взводе ППС. В профессию пришёл сразу после армии в 1998 году. Отлично помнит и первый рабочий день, 22 сентября. Тогда, как и сегодня, было много бытовых вызовов. Семейно-бытовые конфликты занимают большую часть вызовов дежурной диспетчерской городела, рассказывает Артура Рокча. Ежедневно осуществляется около 30 выездов на дом. Тяжёлая работа, терпение, терпение, ещё раз терпение и уважение вообще всем окружающим. Ребята, которые с собой работают, это главная опора, ещё семья, чтобы все имели, чтобы проблемы не были. Остальное, как говорят, прорвёмся, сейчас работаем сами. Женат, у меня трое детей, да уже дети, уже выросли. Бывает, иногда младшие спрашивают, ты кидать отдыхать будешь? Всё время доработаешь. На пенсии, говоришь, много отдохнул. Я говорю, ты уже вырос, всё время работаешь. Так надо снова. Сотрудников патрульно-постовой службы можно встретить на улицах населённых пунктов республики. В любое время суток, день это или ночь, а также независимо от погодных условий, люди в форме идут на помощь. Будь то семейный конфликт, раскрытие преступлений по горячим следам или же охрана общественного порядка. Наша служба на улицах в основном на самом видном месте работает. Ну, народ, ну, людям помогаем, кто там в беды попадает. Ну, кто-то ограбили, там, ещё что-то, там, кто-то ориентир потерял, ещё что-то, ну, в таком вроде. Бывают и семейные, бытовые проблемы, народ просит помощи, мы приезжаем, помогаем, чем можем. Ну, я не жалею, что я выбрал именно эту профессию и эту подразделение. Сколько лет работаю, не жалею. Когда человеку помогаешь, самые такие, от него слова благодарности услышать, вот это самое гордое, наверное, вот такое ощущение, что ты ему помог. И человек тебе говорит спасибо, если бы не вы, вот такие ситуации, вот самые такие ощущения. Сегодня в возводе патрульно-постовой службы столицы трудятся более 20 человек. Каждый из них, как может, поддерживает и направляет на истинный путь нарушителей правопорядка. А пострадавшим или попавшим в стрессовое положение дают советы, как сделать так, чтобы трудная жизненная ситуация не повторилась. В диспетчерской нередко можно услышать слова благодарности. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить всех пенсионеров и ныне работающих сотрудников патрульно-постовой службы с наступающим праздником. И передать привет им всем, пожелать им здоровья, счастья, семейного благополучия. Диана Байм-Гузбуяна, Юн, телекомпания «Новек».